Собака уже волнуется, она уже прикушает шумно и очень смешно. Смысл похожий, что собака посынается на укрытие, где возможно находится полициональный пищник. И обратите внимание, собака не красает собаку, а обмаривает его. Нужен ли этот элемент вообще дрессировки? Очень и очень нужен. Собака, которая защитная, должна при обнаружении нарушителя, вернее злоумышленника, его облавить. Зачем? Чтобы показать хозяину, что кто-то где-то есть. Как правило, оправданные собаки, которые проняют территорию, они способны сразу в задерживании нападать на нарушителя. А вот такая дрессировка позволяет собаке быть управляемой. В каком случае? А если бы, например, в сад вошел ребенок, нечаянно, за яблочком и еще что-нибудь. Здесь собака уже более воспитанная, она просто подаст сигнал своему владельцу. Вот здесь элемент классического задержания. И при команде собака отпускает руку и продолжает обмаривать. Обмаривать. Смотри, нарушитель. Элемент коммарирования, который подтверждает, показывает выдержку собаки. Вот, посмотрите, как она. Синий, если бы ты так посвали за нарушителем, и сказала, ты не убежишь. И на хозяину не нападешь. Стоит на охране, на рубеже между нарушителем и хозяином. Спасибо большое. Это классический элемент защиты и караульной службы, который не обхватил всем служебным собакам, которые предотвращены для работы в реальных условиях.